Вашему вниманию тема Марты. Жизнь на новой земле. Группа поддержки. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня нам с вами предстоит разобраться, существует ли разница между ангелами-хранителями людей и могут ли они взаимодействовать друг с другом. Поскольку каждый человек притягивает к себе то, что соответствует его вибрациям, то и ангелы-хранители не составляют исключения. Именно поэтому у кого-то ангелы-хранители сильные и могущественные, а у кого-то они способны оказывать человеку лишь незначительную помощь. Как правило, ангел-хранитель подбирается душе, идущей воплощение, в соответствии с ее планами еще до рождения человека. Например, если это очень древняя душа, принявшая на себя миссию служения людям, то человеку подбирается ангел-хранитель, способный не только защитить его от опасности, но и помогать ему в служении. Каким образом он может это сделать, находясь на тонком плане? Прежде всего, наполняя сознание этого человека энергиями высоких вибраций, в результате чего тот гораздо быстрее встает на путь духовного развития и начинает искать смысл своего существования. И здесь главным союзником ангела-хранителя становится душа человека, его высшее Я, с которым ангел-хранитель находится в постоянном контакте. Благодаря этому союзу пробуждается интуиция человека, которая помогает ему идти по жизни, руководствуясь уже не логическими рассуждениями и стереотипными побуждениями, а зовом своей души. Другими словами, ангел-хранитель общается с человеком через его душу, а не через ум, полностью находящийся в плену трехмерного мира. Если же к вашему каналу подсоединяются астральные сущности, они ведут диалог уже с вашим умом и с вашим эго, которые находятся на одной с ним волне. И очень важно, родные мои, научиться чувствовать эту разницу, дабы уберечь себя от чужеродного вторжения в ваше энергетическое пространство. А теперь давайте посмотрим, как же происходит взаимодействие ангелов-хранителей разных людей. Порой возникают такие ситуации, с которыми ангел-хранитель один справится не в состоянии. И тогда на помощь ему приходит ангел-хранитель, как правило, близкого человека, например, матери или отца, мужа или жены, словом, любимого и родного человека того, кто попал в беду. Они объединяют свои усилия на тонком плане для благоприятного разрешения ситуации. Как правило, в критических ситуациях люди призывают на помощь высшие силы, не думая о том, что их ангел-хранители тоже ими являются. И больше того, территориально они гораздо ближе к ним, поскольку всегда находятся рядом. Ангелы-хранители бросаются на помощь сразу, не дожидаясь просьбы об этом своего подопечного, ведь это является их добровольным ему служением. Когда же они видят, что не исправляются сами, они обращаются за помощью к другим ангелам-хранителям, а порой и к высшим силам Вселенной. И если в этом есть божественная целесообразность, такая помощь приходит человеку, особенно если речь идет о великой древней душе, заблудившейся в лабиринте трехмерного мира и попавшей в опасную для нее ситуацию. Конечно, я дал вам лишь общую схему взаимодействия ваших ближайших помощников с тонкого плана. Порой линии судьб человеческих переплетены столь своеобразно и витьевато, что ангелам-хранителям приходится выстраивать многоходовые и очень сложные комбинации, задействуя в них целые группы людей и их ангелов-хранителей для того, чтобы вывести на путь истинный заблудшую душу, забывшую о своем предназначении. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему группа поддержки.